Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 28. Вопрос 3950. «Был слух, что епископ Даниил в Русско-Православной церкви за границей едва не стал главой церкви. Что помешало ему это сделать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Он, как и митрополит Виталий, отозвал свою подпись. Отозвать – это как бы уже нечто одушевленное. Мне видится, что такое несерьезное отношение к своему слову, которое легко делается как бы от лукавого, превращая вчера сказанное «да» в твердое нынешнее «нет» и наоборот. Делает и владельца этого слова несерьезным в других вопросах. Цитата. «Епископ Ирийский Даниил, окормляющий единоверческую пасту Российской зарубежной церкви старообрядцев, находящихся в каноническом общении с РПЦЗ, а проверк слухи о том, будто он намерен создать некую альтернативную истинно каноническую русскую зарубежную церковь, передает «Интерфакс Религия». В интервью газете «Ири Таймс» 76-летний епископ заявил, что не собирается раскалывать церковь. «Я против этого», – сказал ладыка. Между тем, ранее в СМИ было распространено заявление за подписью епископа Даниила о создании под его руководством Временного Высшего Церковного Управления Русской Зарубежной Церкви. Таким образом, провокация Раскольников, главным рупором которой в интернете стали скандально известкий русановский портал Креда.ру и не менее скандальный сайт Михаила Назарова «Русская идея» с треском провалилась. Раскольников, за исключением епископа Агафангела, который уже давно известен своей политической ангажированностью и практически не имеет никакого авторитета за рубежом, не поддержал ни один епископ Русской Зарубежной Церкви. С отказом от участия в расколе епископа Даниила, попытка создания новой РПЦЗ становится просто смехотворной. Однако, все это вряд ли остановит уже запрещенного в служении епископа Агафангела. Ранее, еще при обсуждении вопросов, связанных с подписанием акта о каноническом общении, он приостанавливал в своей епархии поминовение первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра. Эти действия епископа Агафангела едва не инициировали тогда раскол в рядах РПЦЗ. По мнению наблюдателей, главная фигура нового раскола, одесский епископ, теснейшим образом связан с посольством США на Украине, является ключевой фигурой в попытке влиятельных американских кругов, если не сорвать, то хотя бы осложнить воссоединение двух ветвей Русской Церкви. Русская линия Прокниемия 9.38 По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Конечно, подпись может быть стерта, мы же не персидские и немедийские цари. Даниила 6.8 Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был изменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Цитата В пятницу, 15 июня, епископ ирийский Даниил Викарий, председателя архиерейского синода РПЦЗ, окормляющий единоверческую старообрядческую паству Русской Зарубежной Церкви, выступил с официальным заявлением, в котором опроверг слухи о том, будто он намерен создать некую альтернативную истинно каноническую Русскую Зарубежную Церковь. Цитата В своем служении старообрядцам я всегда старался служить примирению, а не умножению, разделений и расколов. Таково мое положение. Я не намерен вести рассуждения с теми, кто хочет новых разделений и кто хочет меня в них вовлечь. Говорится в документе, опубликованном на официальном сайте архиерейского синода РПЦЗ, где также размещено видеообращение владыки. Владыка Даниил заявил, что несмотря на то, что его нельзя назвать сторонником подписания акта о каноническом общении, он, цитата, «всегда приветствовал улучшение отношений между Русской Православной Церковью за Рубежом и Московской Патриархией». При этом он подчеркнул, что не согласен с теми, кто настаивает на немедленном прекращении общения с митрополитом Лавром и архиерейским синодом РПЦЗ. Цитата. «Я всегда считал, что не буду отделяться от Русской Православной Церкви за границей. Я не считаю митрополита Лавра и его епископов безблагодатными или лишенными апостольского преемства или находящимися в ереси или расколе. Я причащаюсь в церкви Рождества Христова в Ире, Пенсильвания, где поминают митрополита Лавра», говорится в заявлении. Епископ Даниил также подчеркнул, что не собирается сам совершать херетонии, цитата, «иначе, чем по желанию митрополита Лавра и его церковной администрации». Еще цитата. «Я не намерен начинать новой церковной администрации. Я против этого. Это мое убеждение, и я прошу всех с ним считаться», – заявил владыка Даниил. Касаясь вопроса о появлении в СМИ обращения, в котором говорится о создании под его руководством Временного Высшего Церковного Управления РПЦЗ, он пояснил, что подписал этот документ, будучи обманутым. «Мая 9-го, по новому стилю, 22-го сего года, меня посетили два священника и один диакон, которые хотели, чтобы я подписал бумагу», – сообщил владыка Даниил. «Этого документа я не писал, он был мне дан для подписи. И я его подписал, потому что меня попросили. Сразу после этого я понял, что здесь было что-то не так, и что я не должен был его подписывать. «Дело в том, что я привык доверять духовенству и не ожидал быть обманутым так просто. Это причина того, что я пишу все это сейчас. Я немедленно связался с отцом Пименом Саймоном и попросил его сделать все возможное, чтобы поправить положение». Конец цитаты. Епископ Даниил также добавил, что никогда не говорил о том, что он находится под домашним арестом, и что, цитата, «это придумано кем-то другим». Еще цитата. «Все обвинения, что я якобы живу в нездоровых условиях или нахожусь в опасности от моих помощников, просто неправда. Это просто нелепость, которая не соответствует действительности. Меня хорошо обслуживают. Я никогда не думал, что духовные лица могут быть настолько бессовестными, чтобы говорить и делать такую неправду», – подчеркнул Владыка. Напомним, что ранее в СМИ за подписью епископа Даниила было распространено заявление, в котором говорилось о создании под его руководством временного высшего церковного управления РПЦЗ. Цитата. «В связи с наступившим в РПЦЗ каноническим кризисом, возникшим по причине присоединения первоиерарха Синода и почти всех зарубежных епископов, за исключением преосвященнейшего Агафангела, епископа Таврического и Одесского, и меня, епископа Даниила Ирийского, к московской патриархии и утратой первоиерархам РПЦЗ правопредстоятельства на правах старейшего по хиротонии епископа сформировал временное высшее церковное управление РПЦЗ в составе оставшихся в зарубежной церкви епископов. Меня, епископа Даниила Ирийского, и Агафангела, епископа Таврического и Одесского». Говорилось в заявлении. При этом, как гласил документ, цитата, «в связи с плохим состоянием здоровья епископа Даниила», цитата, «для восстановления канонического порядка в РПЦЗ, руководство ВВЦУ, созыв и проведение на правах предстоятеля Пятого Всезарубежного собора возлагалось на запрещенного в служении епископа Агафангела. Ему поручалось возобновить контакты и полное эвхаристическое общение с греческим старосильным митрополитом Киприаном, руминским власием и болгарским фотием». Конец цитаты. Но о чем речь? Чего так заволновались патриаршие слуги? Да и будь Даниил один, как и Агафангел, только бы трудился на Ниве Божией. Но ведь и до подписи сидели староверчески уперто в своих закутках, и после прихода затишья опять же сидят в замшелости своей. На благовестие их не выковырнишь. Цитата. «Карту евангелиста Марка разыгрывают только в сторону затворничества, а не как было для спасения других, соделано Павла». Книга Деяний, 15.39. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр». 2 Тимофею 4.11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Сумасшедший. «Однако, что же вы сидите предо мной? Как смеете смотреть вы дерзкими глазами? Вы избалованы моею добротой. Но все же я король, и я расправлюсь с вами. Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме. Для этого меня безумным вы признали. Так я вам докажу, что я в своем уме. Ты мне жена, а ты, ты брат ее. Что, взяли? Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена. Что, не понравилось? Бледнеешь от боязни? Что делать, милая? Недаром вся страна давно уж требует твоей позорной казни. Но, впрочем, может быть, смягчу я приговор, И благости пример подам родному краю. Я не на казни, я не за казни, нет. Все эти казни вздор. Я взмешу, посмотрю, подумаю, не знаю. Эй, стража, люди, кто-нибудь, Гони их в шею всех. Мне надо быть одному. Вперед же не забудь. Сюда никто не входит без доклада. 1890 год. Опухтин.